здравствуйте друзья я хотел поговорить на тему о блогерах и некоторые приватности которая есть должна быть и как бы которую надо понимать и уважать в жизни людей даже когда они блогеры там о чем-то они рассказывают из своей жизни это не значит что они должны идти дальше той черты которая для них приемлема я вспомню знаете что был в яралаше такой сюжет про мальчика который приехал из индии он такой в тюрбане заходит в класс и пионер такой с галстуком не знаю какой там класс пятый шестой и вот учительница говорит дети вот к нам приехал мальчик там не знаю вася он из индии и он так руки складывает так значит и в мудре мира так и значит так головой там кивает но садится и дети начинают его значит потихонечку подкалывать типа йог такой и они начинают ему скрепки подкладывать сначала положили палу спару скрепочек спровоцировали что он стал потом он сел на скрепке ничего потом у него там целую коробку значит он привстал сел значит ничего и дальше мальчик который все так как бы участвовал так сказать в испытании он когда перемена началась его как как ты все это делаешь он как тут все дело в тюрбане говорит он и этот мальчик значит он хватает тюрбан себе на голову и на эти кнопки садится и вдруг начинает дико орать от боли мальчик в тюрбане год до совсем забыл говорит он и вынимает из штанов сковородку без этого тюрбан не работает так вот значит что происходит я привожу этот сюжет для того чтобы показать ситуацию в которой человек который значит готовится сесть на кнопки сам или который допустим слушает как надо садиться на кнопки ему показывали тюрбан и так далее значит он как бы имеет право на то чтобы его не обманывали потому что формой обмана является сокрытие информации как у нас как по-английски как материал то за кейс да то есть существенный для той ситуации которая произошла потому что если ему сковородку не показали а говорили что тюрбан помогает соответственно его обманули потому что если он пойдет по этому пути то он попадет в неприятную ситуацию с одной стороны есть как бы прямой обман в частности форме недоговаривания а есть некоторые границы и вот я об этом значит есть некоторые границы когда человек дальше я как бы не хочу рассказать и каждый по-своему там одни вообще их никогда не вытащить на публику на экран они ничего не будут рассказывать там и так далее они панически убегают от камеры если я там в камеры с камеры в классе они закрывают лицо там книжкой и тогда есть такие люди они имеют право на вот свое вот это прайвеси да то есть на личное пространство в которое никто не лезет со стороны когда человек выходит на допустим арену так сказать видео блогерство он что-то хочет рассказать а что-то он не хочет допустим он не обязан никому там вести съемку в собственном туалете пойти там показывать как он там в каком виде он значит отправляет свою какую-то нужду и если есть человек который готов это снимать прямо или через зеркало или через три зеркала и так далее почему нет я я думаю что если там будет порыться на ютюбе наверняка что-то такое найдется хотя в принципе порно как бы такой да контент не разрешается и вот обнаженное тело там как бы тоже не положено но в принципе да если ты хочешь что-то такое да кто же не кто же тебе не дает но быть в претензии к блогеру который чего-то там не рассказал вот он рассказывает как он там чего-то а как а с какой историей ты значит там получал свое политическое убежище что ты сказал там этому офицеру что там твой адвокат написал бы чё обалдели что это это я не знаю даже это же до какой степени раздеться надо вот поэтому есть лютеры в претензии к этому он говорит не сказали там что-то или никто никто вам историю эту не не собирается придумывать или там говорить там как это делается разбирайтесь сами значит там посмотрите на свою жизнь вот как последние там парень говорит правду я говорю правду уже больше быть неправду тебя значит увидят что ты говоришь неправду поэтому есть такие вещи дабы тебе то покажите ваш дом есть люди которые не хотят показывать свой дом в этом смысле например мы со светланой в разной степени как бы открытые там к таким вещам например если я спокойно гадачок можно показать дом то она говорит слушай ты можешь показать снаружи ты можешь показать кухню когда на ней убрана допустим ты можешь там но но устраивать экскурсию по дому там с объяснениями и там и так далее год мне мне не нравится вот мы сейчас стройку делаем и мне хочется показать стройку я понимаю что многие интересуются там такие обсуждения бывают и про заливку бетона и там про электрику я не знаю там про крышу я на крышу не лазал я думаю было бы больше и про крышу но про там гарних мексиканских хлопцев и народ смотрит но дальше сейчас самое интересное начинается для многих да это например там внутренняя отделка и мне так пофигу а света гатая парни хочу чтобы там кто-то посторонний смотрел там на мою спальню где у меня что там какой у меня пододеяльник на выдады и там какая у меня мебель но наверное наверное имеет право я ничего мы каждый раз когда вот к этому подходим я выясняю где та граница которая значит вот для нее приемлемо и но но я не потому что там конкретно у нас со светой или допустим на нашем канале такие проблемы я это говорю к тому что есть такая знаете манера на блогера в бочку катить что вот он там этот не рассказал сколько он получает ну вот если которые не любят рассказать сколько они получают если люди легко он выходит рассказать в этой компании столько в этой компании сток да пожалуйста а если люди которые не любят а может быть пройдет там несколько лет он расскажет а прям сейчас ему не удобно и почему неудобно может быть 1000 причин но неудобно начни удобно это не значит он там врет или там раскрывается это значит что вот он в силу там чего-то его это никого никого не комфортабельно ну и слава богу почему нет пусть расскажет то что с чем у него там он не выходит за рамки своей там этой зоны комфорта ну вот а почему он должен выходить за рамки этой зоны комфорт у кого-то там досужие любопытство ну ну хорошо это это не значит что он должен если кто-то интересуется предметно он может там его в личку написать например и может быть там 90 процентов вопросов которые человек не хочет публично рассказывать может быть в личке он ему спокойно скажет легко легко скажет мне например там говорят дайте мне там кого-то там порекомендуйте кого-то я я не буду на канале публично там кого-то рекомендовать но если вопрос приватный если я понимаю ситуацию в которой это происходит я иногда могу иногда не могу меня сейчас например совсем за атаковали какие-то люди которые решили вот сделать бизнес на аутсорсинге вот у них подешевело мы бы хорошо понимаем как у них здорово подешевело если в долларах я уже не говорю о том что многие компании сейчас эвакуируются реально из там допустим российской федерации тишины и там не только айтишные я сейчас прочитал что 400000 специалистов иностранных уехала в течение года вернулись на запад значит есть какие-то проблемы экономические если которые решили что вот они сейчас будут зарабатывать аутсорсингом это так выгодно и я это не меня такую чтобы я там поучаствовал что я давно чтобы я сейчас бизнес да вот они будут там разрабатывать а я сейчас клиента приведу и значит расскажи то расскажи то какие цены каких я вообще этим не занимаюсь но я не хочу об этом рассказывать публично на канале мне некоторые дают тему для видео под расскажите вот там чего-то и чтоб я на видео это рассказывал не могу не могу в силу многих причин на массу тем разговаривать не могу какие-то имена называть не могу из своей жизни какие-то биографические вещи потому что они касаются не только меня на может быть каких-то еще других людей поэтому я просто призываю тех кто смотрит бережно относиться вот к этому пространству личному блогеров же блогер такой же точно чек как вы ничем не отличается у него тоже есть какая-то своя там вот это вот зона комфорта у него есть какое-то личное пространство может быть не такое как у вас это не значит что она абсолютно обширно и включает все что есть в природе знаете как там в любой точке мироздания нет нет вот есть какое-то а дальше нет вот чуть-чуть чего мог рассказал чего не мог не рассказал да я просто к тому это рассказываю что я вижу то люди не понимают некоторые то есть если он просто тролли там провоцирует это одно но если если искренне не понимают я просто призываю задуматься над тем что при всем при том что границы личного пространства могут быть шире или уже у разных людей вот мы все в этом смысле отличаемся но это значит их вообще нет они есть они обязательно есть поэтому вроде бы так очевидный в общем то факт но из наблюдений хотел поделиться собственно все у меня про личное пространство блогера блогер тоже человек вот можно закончить такой емкой фразой счастливо